Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Плановое совещание у главы города. Квест-игра путешествия по Греции. Сводка криминальной обстановки в городе. В Росатоме создан отраслевой интегратор для развития аддитивных технологий. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В день выборов президента 18 марта в Десногорске с 11 до 16 пройдет большой общегородской праздник. Вас ждут игры, развлечения, богатырские забавы, катание на лошадях, угощения казачьей кухни, конкурсы, призы, интересные фотозоны и множество других сюрпризов. Более 10 интерактивных развлекательных площадок будут открыты в этот день. 13 марта глава Десногорска Андрей Шубин провел плановое совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб города. О том, какие вопросы рассматривали на совещании, мы расскажем в нашем сюжете. 15 марта в 14 часов состоится заседание комиссии по правилам землепользования и застройки. В 16 часов общественная комиссия по общественным собраниям, которые проходили в рамках программы «Комфортная городская среда». В 325 кабинете. Приглашаем всех желающих. Коммунальные службы продолжают бороться со снегопадом. Продолжаем работать по очистке дворов от объединения и снежных наносов с вылазом снега. В целом все системы эксплуатируются в нормальном режиме. 18 марта с 11 до 16 часов в Десногорске пройдет большой праздничный марафон. На территории Дворца молодежи Богатырские забавы. Школа номер 3 и школа номер энергетический колледж, извините, детские игровые программы. Мультипульти выходной и серпантин идеи «Ростовые фигуры». На территории Центра культуры и молодежной политики «Казачий разгуляй» приглашаем всех желающих принять участие в праздничных программах. Инфекционные заболевания в Десногорске регистрируются в обычном режиме. Каждый предмет в школах изучается углубленно. Как мотивируют школьников-педагоги к изучению своего предмета в школе номер 2, вы узнаете в нашем следующем сюжете. Во второй школе учитель Римма Овечкина преподает историю, как любой педагог старается, чтобы ребята были увлечены её предметом, а полученные знания остались надолго в их памяти. После изучения темы «Мифы Древней Греции» в пятых классах Римма Александровна для закрепления пройденного материала подготовила и провела для ребят и их родителей игру-викторину. Это ещё раз неклассная работа по истории, чтобы дети могли не только на уроке проговаривать и анализировать мероприятия, но и чтобы в такой вне рабочей обстановки они могли чувствовать и знать, самое главное, что они очень много знают. И вот сейчас очень много говорят о такой игре, как «Что, где, когда». Я думаю, что вот это дети как раз уже будущие наши «Что, где, когда». Вот таким интересным и увлекательным способом ребята закрепили ранее полученный материал и показали родителям свои коммуникативные и интеллектуальные способности. Для меня это был сюрприз, скажем так, удивление большое было и, наверное, всё-таки счастье состоит в том, что дети такого возраста, они знают очень много, они умеют удивлять, они умеют поражать. И, ну, вы знаете, вот, ну, это не потерянное поколение, скажем так, потому что дети, знающие в 10, в 11 лет такие глубокие вещи о Древней Греции, ну, они поражают. На уроках Римма Александровна учит ребят делать выводы, обобщать пройденные материалы и считает, что самое главное – научить ребёнка ориентироваться в историческом пространстве и мотивировать школьников для самостоятельного расширения кругозора к познаниям предмета. С 12 по 23 марта в Смоленской области проходит всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Все, кто располагает информацией о фактах сбыта, хранения и транспортировки наркотиков, могут сообщить об этом по телефонам, которые вы видите на экранах своих телевизоров. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет сотрудник полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 87 сообщений о происшествиях, из них 3 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 128 административных правонарушений, в том числе 108 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к административной ответственности привлечены 10 человек. В рамках проекта «Комфортная городская среда» стартует фотоконкурс. Чтобы принять участие, необходимо 18 марта на всеобщем гулянии сфотографироваться с арт-объектом «Я люблю Десногорск». Затем разместить фото ВКонтакте с хэштегом «Я люблю Десногорск». Участники, набравшие наибольшее количество лайков, получат призы. А сейчас новости спорта. Воспитанник Десногорской спортивной школы стал призером на международных соревнованиях. 10 марта в городе Гомель проходил турнир под зюдо. В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из Белоруссии, Казахстана, Украины, Израиля, России. Десногорец Александр Кротов показал отличную борьбу. По результатам соревнований Александр вышел на второе место, уступив в последнем бою спортсмену из Москвы совсем немного. В госкорпорации «Росатом» создан единый отраслевой интегратор по развитию нового бизнеса – аддитивных технологий. Деятельность компании сосредоточится на четырёх направлениях – производство 3D-принтеров, создание металлических порошков для 3D-печати, разработка программного обеспечения для аддитивных систем и внедрение аддитивных технологий в производство. Росатом готовит технологическую революцию. На базе госкорпорации создана компания для развития аддитивных технологий. Технологий, обеспечивающих десятикратное увеличение производительности, уменьшающих материальные затраты и позволяющих изготавливать детали сложной геометрической формы, которые на сегодняшний день создать с помощью традиционных методов просто невозможно. Аддитивные технологии создают совершенно новую философию конструирования и философию создания деталей. И поэтому конструктора должны научиться использовать все преимущества аддитивных технологий – создание сложных деталей, создание деталей новой формы, оптимизированных по весу, по габаритам, по размерам и так далее. Мы имеем примеры, когда детали, исполняя одни и те же функциональные обязанности, отличаются по весу до десяти раз. Созданная компания объединит все наработки атомщиков в сфере аддитивных технологий за последние несколько лет. А это, к слову, немало. К примеру, силами специалистов ЦНИД МАШа были разработаны и изготовлены первые отечественные 3D-принтеры. В конце этого года второе поколение этих машин должны запустить в серийное производство. В Новоуральске на базе электрохимического комбината научились производить различные материалы для 3D-печати, а в Сарове разработали программное обеспечение. Мы сразу ориентировались на наших фиатс-минверах, где создана программа Логос. На базе этого Логоса мы создаем на сегодняшний момент целую программную платформу для использования в аддитивных технологиях. Кроме производства 3D-принтеров и их компонентов, создания металлических порошков и разработки программного обеспечения для аддитивных систем, Четвертым ключевым направлением деятельности новой компании станет непосредственное оказание услуг 3D-печати и внедрение аддитивных технологий в производство. Стратегическая цель компании – обеспечить выручку до 50 миллиардов рублей к 2025 году, занять более полутора процентов мирового рынка аддитивных технологий. Это все новости на сегодня. С этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneyadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова